Иисус воскрес! Что-то такое, что невозможно сделать за 10 минут, но я постараюсь. Я хочу рассказать немножко о нашей совместной поездке молдавско-американской команды в Одессу. Мы там провели 4-5 дней, мы доставили туда гуманитарную помощь, медицину, медицинскую помощь и кое-что для украинских солдатов. Нашей основной целью, конечно, было проповедовать людям о спасении, людям о надежде, говорить людям о Боге, который любит их, который любит нас. Мы это делали в автобусах, троллейбусах, в трамваях, на улице, на нескольких базарах, на железнодорожном вокзале. Мы ходили в центры для беженцев, где особенно люди были открытыми услышать о Слове Божьем, о спасении, о том, что Господь сделал для них, как любит Он их. У нас было время, слава Богу, побывать в двух воинских частях и узнать о их нуждах, молиться с ними. И мы надеемся, что в следующую нашу поездку мы сможем даже проповедовать на этих воинских частях. Мы узнали о том, что какие там нужды есть, и мы приехали и готовы продолжать это миссионерское служение. Когда мы были там, там были воздушные тревоги, но они действительно так привыкли к ним, что мы не ходили никуда, ни в подвалы, ни в убежище. Но на следующий день, это было вчера, после того, как мы уехали, мы уже были здесь, мы получили сообщение, что четыре ракеты полетело в Одессу, две сбили. Одна упала на кладбище, и одна упала прямо в жилой дом. Это один квартал, где мы были. И мы проходили возле этого дома. Люди погибли там. И мы подумали, Отец Великий, дай Бог, что эти люди имели возможность узнать тебя, тебе примириться. Может быть, даже мы дали им брошюрку о спасении или Евангелие. Может быть, мы проходили мимо этих людей там. И сегодня, когда мы уже приехали назад, наша американская часть команды, они решили сразу ехать обратно. Мы уже знаем о нуждах, уже сделали, передали эти нужды дальше, на Запад. Миссионерская служба, она состоит из двух частей. Люди, которые едут в горячие точки, в те точки, где люди нуждаются в том, чтобы услышать о спасении, о надежде. О том, что можно примириться с Отцом Нашим Небесным через Сына Его, Иисуса Христа. И вот в это время, сейчас, там ведется подготовка всего нужного для дальнейшего служения в этой миссионерской работе. И наша американская команда, так как это было уже запланировано раньше, они летят обратно в Америку. И они летят в понедельник. Но уже в среду они будут сюда обратно. Уже в среду не только они будут сюда обратно, но еще люди будут ехать, еще другие миссионеры, потому что нужда велика. Мы знаем теперь, что им нужно. У нас в списке есть всего, что нужно. Мы знаем, что им нужно проповедовать любовь Господа нашего, спасение, потому что, может быть, у многих из них не будет достаточного времени. И сделать это нужно сейчас, сделать это нужно в это время, когда что-то происходит в этом мире, прямо здесь, прямо у нас под боком, прямо у наших соседей. В следующий раз, когда мы поедем, в следующий раз мы будем спускаться в подвалы или в бомбомбежище и сидеть со всеми у меня, кто будет там, и поповедовать Евангелие. Мы будем делать это, потому что мы считаем, что это самое лучшее, где можно, наверное, точнее сам, куда может быть самая благоприятная почва, земля для жатвы. Мы будем это делать, и мы все, все наши команды, по имени Господа нашего, Иисуса Христа, призываем каждого из вас подумать над тем, и призываем вас над этим, и призываем вас в пятницу, мы будем ехать обратно в Одессу, и кто хочет, может подойти ко мне и сказать, мы будем говорить об этом. И мы будем ехать колонны, мы возьмем еще машины, и если кто-то чувствует в своем сердце мне вот этот вот призыв, подойдите ко мне, мы будем говорить, мы будем продолжать служить, мы будем ехать и поповедовать Слово Божие, мы будем вести все, что им нужно, но самое главное, чтобы люди примирялись в это время, в это короткое время на этой земле. Слава Богу! Иисус воскрес!